Документация СССР Документы, которые я вам сегодня покажу, официально опубликованы, и каждый из вас может их проверить. Все ссылки будут в описании к видео. Друзья, очень важно, чтобы вы посмотрели видео целиком, это поможет в распространении. А видео интересное, и его стоит посмотреть каждому. Я буду вам очень признателен, если вы зайдете на мой YouTube-канал и посмотрите видео здесь. Это необходимо для массовости. Всем привет. 26 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование. Этот факт считается официальным и общепризнанным. Есть Беловежское соглашение, Декларация о создании СНГ и Алматинская декларация. С виду не придерешься, СССР распался. Но если вы детально изучите эти документы, вы убедитесь, что они юридически недействительны. Об этом не раз и подробно разобрано в интернете. И это показал даже телеканал «Звезда» в программе «Код доступа». Данные документы не имеют юридической силы. А сегодня я вам покажу документы, которые эту силу имеют. Я вам даже скажу больше. Российская Федерация официально признает существование СССР. Все документы я буду брать на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно федеральному закону номер 5, здесь официально публикуются законы и акты, Что ж, давайте посмотрим, что здесь опубликовано касательно СССР. Закон СССР о советской милиции. Советская милиция – государственная правоохранительная вооруженная организация, защищающая граждан, их права, свободы и законные интересы, советское общество и государство от преступных и иных противоправных посягательств. И данный закон действует без изменений. И как же это получается? Граждан СССР нет, советского общества и государства тем более. Даже милицию в полицию переименовали, а закон до сих пор действует. Но дальше еще интереснее. Закон СССР о прокуратуре СССР, задачей которой является высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми государственными органами. Органов вроде как нет, но закон действует без изменений. Далее, основы уголовного законодательства Союза СССР и Республик. И уголовное законодательство СССР действует без изменений. Далее, указ Президиума Верховного Совета СССР о возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, который также действует без изменений. Далее, о собственности в СССР, который действует с изменениями. Закон о печати и других средствах массовой информации также действует без изменений. Далее, основы законодательства о занятости населения, который действует без изменений. Закон о государственном арбитраже в СССР также действует без изменений. Действующих законов СССР немало. О налоговой инспекции, об уголовной ответственности за воинские преступления, о подоходном налоге с колхозов, об основных правах и обязанностях сельских и поселковых советов депутатов трудящихся, об образовании и полномочиях комиссии по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота в СССР, а также изменения в законодательные акты о труде. И самое интересное. Конституция Союза Советских Социалистических Республик действует без изменений. То есть основной закон СССР, включающий политическую систему, экономическую систему, гражданство, права и свободы граждан, национально-государственное устройство, высшие органы государственной власти, правосудие и т.д. имеют юридическую силу и признаются Российской Федерацией. Найти законы вы можете в окне поиска. Введите СССР и вам выдаст множество документов. Тут есть как действующие законы и указы, так и утратившие силу. Что мы имеем? Конституция СССР действует, как и другие законы. А нам говорят, что СССР не существует. Тогда почему бы было не отменить их, как отменили СССР? Пишется закон. Конституция СССР и все его законы утрачивают силу и прекращают свое действие. Все. Но ведь этого не сделали. Зачем они в РФ, когда они касаются несуществующей страны? Не находите это странным? К тому же у РФ есть свои, такие же законы. О налоговых органах, о занятости населения, о средствах массовой информации, об арбитраже, о полиции, о прокуратуре, конечно же Конституция и другие законы. Получается, одновременно действуют два правовых поля – СССР и РФ. Как вы думаете, гражданами какой страны мы все с вами являемся? Обратимся к закону о гражданстве Российской Федерации. Прием в гражданство осуществляется в общем порядке или в упрощенном. Это касается и тех, кто родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР. Согласно статье 41.4, заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в гражданство подаются заявителям лично в письменном виде. Это касается всех, имевших гражданство СССР, получивших паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года и не приобретших гражданство РФ в установленном порядке. Паспорта РФ тогда выдавали просто так, без заявлений о приеме в гражданство. Люди писали заявление только на получение паспорта. В законе четко прописано, что гражданам СССР гражданство РФ нужно было приобретать. Никакого автоматического перехода не было. Так как согласно действующего закона СССР о гражданстве, для выхода из гражданства СССР необходимо было писать заявление, а заявление никто не писал. На официальном портале закон о гражданстве СССР скрыт. Его не найти ни среди действующих, ни среди утративших силу. Как будто его и не было. Законов отменяющих его также нет. А на сайте Кодекс мы видим, что этот закон действующий. Чтобы получить гражданство РФ, необходимо было написать три заявления о выходе из гражданства СССР, о приеме в гражданство РФ и о признании этого гражданства. Но даже если вы прошли все эти процедуры, гражданинам РФ вы не признаетесь все равно, ведь первично вы получили паспорт, а не гражданство. И согласно статье 41.2 условия и порядок признания гражданами РФ, лицо не признается гражданином РФ в случае, если, после первичного получения паспорта гражданина РФ, лицо приобрело гражданство РФ в порядке, установленным настоящим федеральным законом. Такой вот компот. По закону гражданство нужно было приобретать, но если вы его приобрели по закону, гражданами вы не признаетесь. Об этом говорит и ваш паспорт, ведь в нем нет отметки о гражданстве. Статья 10. Документом, удостоверяющим гражданство РФ является паспорт гражданина РФ или иной основной документ, содержащий указания на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, определяются федеральным законом. Скажу сразу, федерального закона, определяющего виды основных документов, нет, а здесь речь именно о законе. Не о указе, а о законе. Поэтому только паспорт, и в нем должно быть указание на гражданство лица. А теперь откройте свои паспорта и попробуйте его найти. Данная картинка – это всего лишь название бланка, и она не указывает на гражданство лица. Ведь если бы указывало, 10-й статьи в законе бы не было. Ведь это же бред писать о том, что и так есть в каждом паспорте. Указание на гражданство лица – это графа гражданства или надпись «Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович». Паспорт – это всего лишь вид на жительство, который разрешает проживать в РФ, въезжать и выезжать. Согласно закону о правовом положении иностранных граждан в РФ, вид на жительство – это документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в РФ, а также их право на свободный выезд из РФ и въезд в РФ. А теперь внимание! Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. А единственный основной документ, удостоверяющий личность согласно закону о гражданстве РФ – это паспорт. И так как юридически мы все граждане СССР, в РФ мы лица без гражданства, поэтому вид на жительство для нас – это паспорт, поэтому в нем и нет указания на гражданство. А теперь я вам покажу очень интересный документ, который подтверждает мои слова. Это постановление Кабинета министров СССР номер 452 о порядке и размерах взимания государственной пошлины при оформлении документов на выезд из СССР и на въезд в СССР. Как вы видите, оно действует без изменений. И здесь указаны изменения ставок государственной пошлины, например, за выдачу гражданам СССР заграничных паспортов на право выезда за границу или продление срока действия этих паспортов – 1000 рублей. Видов пошлин здесь несколько, и среди них пошлина с заявлений о приеме в гражданство СССР или о выходе из гражданства, и стоит это 500 рублей. Цены, конечно же, в рублях СССР. Вы, наверное, удивитесь, но они также до сих пор существуют. На сайте Центрального банка ежемесячно публикуют официальные курсы Госбанка СССР и 100 долларов США в октябре стоят 53 рубля 95 копеек, а 100 евро стоят 62 рубля 63 копейки. Банк России утверждает, что 20 декабря 1991 года Госбанк СССР был упразднен, и все его активы и пассивы переданы Центральному банку. Давайте внимательно рассмотрим постановление, на которое ссылаются, что оно упраздняет Госбанк СССР. И попробуйте найти здесь хоть одно слово об упразднении. Речь идет о создании комиссии для рассмотрения комплекса вопросов по упразднению, о самом упразднении речи здесь нет. И к тому же здесь указан Госбанк не СССР, а Госбанк ССР. Также здесь ни единого слова о передаче всего имущества, о чем нам тоже врет Центробанк. Речь только про часть, которая обеспечит нормальное функционирование. И далее здания Госбанка СССР берутся под охрану. Произошел захват Госбанка СССР, и частная организация засела в его стенах. Госбанк не исчез, он находится под управлением Банка России, который в России никому не подчиняется. И пока люди охотно верят в упразднение такого рода, лучше жизнь в России не станет. А теперь по поводу существования рублей СССР. Согласно общероссийского классификатора валют, числовой код российского рубля 643. Это указано и в Международной организации по стандартизации. Скачать классификатор можно здесь. И как мы видим, код валюты 643. И согласно классификатору, шестая, седьмая и восьмая цифры в номерах счетов должны быть 643. Это код валюты. Но во всех существующих в России счетах стоит 810. Код несуществующей валюты, которая недействительна с 2004. Когда поднялась шумиха по этому поводу, Центробанк ответил так. 810 это признак рубля. Такая отмазка рассчитана на тех, у кого признак мозга. Во всем мире используют коды валют. Это правило. Признак рубля. Они, не скрывая, держат нас за идиотов и надсмехаются над нами. А код валюты в номерах счетов не стали менять по одной простой причине. Все операции проходят в рублях СССР. Так как это единственная законная валюта. Согласно общесоюзного классификатора валют, 810 это переводные рубли СССР по расчетам с Международным банком экономического сотрудничества. И вот что интересно. В общероссийском классификаторе этот код отменен, а в международном нет. Любое изменение там подтверждается документально поправкой. Так вот, поправки, подтверждающие, что рубль СССР отменен, нет. Но зато есть другие, очень интересные поправки. Заходим на сайт Международного классификатора валют в раздел поправки и скачиваем архив. В таблице находим изменения для России и Советского Союза от 92 года согласно поправке номер 50. Чтобы открыть поправку, нажимаем на нее. Это для тех, кто не в курсе. А теперь внимание, смотрим на первый пункт. Он гласит так. Добавить новую запись для России. Российский рубль RUR 810. Это новая запись для России, а также для валюты, ранее известной как рубль, выпущенный Союзом Советских Социалистических Республик. Числовое значение остается неизменным от ранее присвоенного СУР до дальнейшего уведомления. Здесь четко прописано, что российский рубль 810 RUR – это советский рубль 810 СУР. Теперь взгляните на письмо Ельцина генеральному секретарю ООН, а точнее его превосходительству. В письме он просит вместо названия «Союз Советских Социалистических Республик» в ООН использовать наименование «Российская Федерация». Говоря простым языком, Ельцин попросил Советский Союз называть Российской Федерацией. Теперь смотрим поправку для Российской Федерации от 1993 года номер 67. Она перед вами. Нас интересует пункт 3. Изменить запись для России на Российскую Федерацию. Настоящим изменяется внесенная запись в соответствии с кратким названием страны в ИСО 3166. То есть Российская Федерация – это краткое название страны. Ну уж точно не краткое от страны Россия. Вспоминаем письмо Ельцина и все становится на места. Российская Федерация – это краткое название Союза Советских Социалистических Республик. Если вы зайдете на сайт Организации Объединенных Наций в раздел «Устав», далее глава 5 Совет Безопасности, то вы увидите, что Союз Советских Социалистических Республик является постоянным членом Совета Безопасности ООН. РФ здесь нет. Если вы посмотрите список стран-членов ООН, вы увидите Российскую Федерацию, помеченную звездочкой, и дата принятия в ООН 24.10.45. А мы помним, о чем просил Ельцин генсека ООН. У РФ даже гимна своего нет. Используется гимн СССР. Правда, изменили текст. Если вам интересна тема СССР, больше информации вы можете найти на канале «Повышение осознанности». Поправки 50 и 67 впервые я увидел там. Документов, подтверждающих существование СССР, достаточно. И тут напрашивается вопрос, а что же такое тогда РФ? А РФ – это фирма, управляющая компанией. И управляет она нами, пока в это время выкачивают недра и грабят активы Госбанка СССР. Нам они дают фантики, билеты Банка России, а сами дербанят самую твердую валюту – рубли СССР, которые обеспечены золотом. Один рубль равен 0,9 грамма золота. На сайте UPICDE, где регистрируют все частные компании мира, по ДУНС-номеру или по названию можно найти фирму правительства РФ, которую возглавляет Дмитрий Медведев. Там же зарегистрирован и Минфин, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, аппарат Государственной Думы и так далее. Все это частные коммерческие компании. А есть ли коммерческим фирмам дело до людей? Конечно же нет. Их интересует только извлечение прибыли. Они зарабатывают на нас, пока мы спим. Очнитесь уже. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Распространяйте это видео. Ну а тем, кто желает поддержать меня не только добрым словом, все возможные способы в описании. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на запасной канал и в других соцсетях. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok